Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите и в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рынок рухнул. Число выданных ипотек в Барнауле в апреле, по данным риэлторов, снизилось на 70, а то и на 90%. Из-за 12% ставки льготной ипотеки люди просто перестали брать жилищные кредиты. Что происходит на строительном рынке региона и почему в крае могут перестать возводить социальные объекты, расскажем далее. Рынок недвижимости за последние пару месяцев серьезно лихорадила. По данным риэлторов, после 24 февраля спрос на жилье резко замер, затем также резко оживился. В середине марта случился ажиотаж. Особенно людей интересовали новостройки. Застройщики даже пытались всячески сглаживать ситуацию. Один из застройщиков выставлял новый объект в продажу в воскресенье вечером. При этом уже к концу вечера все было забронировано. Другой застройщик в 12 ночи, например, открывал бронирование. При этом в 12.15 бронирование было остановлено из-за того, что все лоты были разобраны. Слезы и истерики были позже. Риэлторам пришлось успокаивать клиентов, когда один из банков пообещал в конце марта выдать ипотеку по старой ставке, но обещания не сдержал и сделки сорвались. Сейчас рынок стоит. Спроса нет как на новостройки, так и на вторичку. В перспективе, считают риэлторы, это может привести к снижению цен. Что сейчас пользуется спросом, так это частные дома. Способствуют этому сельская и семейные ипотеки, где ставка не превышает 6%. Что будет со строительством и ремонтом социальных объектов – большой вопрос. Герпподрядчики выходить на объекты, на такие объекты не собираются, потому что они не отвечают по ценовой составляющей, но требуем сегодняшнего дня. Потому что, ну, заведомо идти на убыточный объект, не пересчитанный, но, наверное, самоубийств здесь нет. Суть в том, что еще в прошлом году сильно выросли цены на металл и стройматериалы. Те контракты, которые подрядчики уже разыграли, оказались убыточны. Цены продолжают расти и после 24 февраля. Увеличиваются и транспортные расходы. Подрядчики не знают, что делать. Цены выросли там, говорят, там 10%, 15%. Да вы по сегменту-то срезы сделаете полностью. Мы делали эти срезы по сегменту. Там 100%, а где-то и 250%. А сегодня еще и импортозамещение. А импорт чем замещать? Когда у нас многие составляющие у производителей, они европейского производства. Главная тема всех этих событий заключается в том, что никто не понимает, а главное боится. Потому что есть просто откровенное выражение, что лучше пусть сниму с работы, но меня не посадят. Многие за круглым столом отмечали, что меры поддержки строительной отрасли, принятые на федеральном уровне, в нашем регионе не работают. К примеру, в Москве предложили авансировать подрядчикам 50, а то и 70% стоимости контракта. Но у нас в крае такого документа нет. И это лишь один пример. То, что принимает федеральная правительство, надо быстрее принимать здесь, на местах. Сегодня пакета много принято уже. Но основные. Это и по аренде земли, это и по определению единственного поставщика, пересмотр контрактов. То есть нужно вот эти сдвинуть и принимать смелее решение. Тогда это пойдет, и строители поймут, что им будут возмещаться, и они будут строить, им будут возмещаться затраты по этим объектам. А пока подрядчиков остается все меньше, крупных можно уже пересчитать по пальцам. К слову, приглашенные на круглый стол представители регионального Минстроя на заседание не пришли. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Стратегически важная конструкция, которая соединяет два Алтая, с каждым годом все больше приходит в негодность. Мост у села Платова советского района аварийный. Большегрузом на нем уже ездить запрещено. Но именно этой дорогой часто пользовались для перевозки продуктов и грузов. Ремонтировать мост обещали много раз. Кто же в итоге сдержит слово, знает Валентина Аскерова. Гремит и шатается, тросы ржавые, старые. Так выглядит социально важный подвесной мост через реку Катунь. Ветхая переправа – связующее звено между Алтайским краем и Республикой Алтай. Вот только проехать по ней могут лишь легковые автомобили да небольшие газели. Ни пассажирских автобусов, ни большегрузов с продуктами мост не выдержит. Водителям приходится ехать в объезд, а это серьезный крюк. Камазы в основном, дальнобойщики, которые идут в фуру. А бывает, что подъезжают и просятся проехать? Бывает, просятся. Что говорите им? Езжайте через Зая или через Биск. У нас больше дороги нету. Это серьезный крюк. Сколько километров? Ну, до Биска, если они оттуда едут, до Биска опять 100 километров. И там где-то 70 километров. Переправу длиной 315 метров построили в 1989 году. По результатам экспертиз 2002 и 2013 годов ее признали аварийной. Очень некомфортно. Давно уж пора его сделать. А в чем именно? Вот опасно, аварийно. Да и аварийно, он уже сколько лет ему стоит. Он весь гремит уже, елки, рухнет скоро. Конечно, чтобы большой груз ездили, чтобы груз не делать. Платовский мост находится в собственности Майминского района Республики Алтай. Местный бюджет ограничен. Ремонт в полном объеме в связи с этим не проводился. Несколько лет назад мост отремонтировали. Проварили сварные швы, укрепили несущие блоки. В результате чего грузоподъемность увеличилась с 3 до 7 тонн. Но этого недостаточно, говорят местные жители. Мост уже не первый год нуждается в более качественном ремонте. Жители неоднократно просили об этом. Но лишь на днях людей услышали. На Платовский мост федерация направила 400 миллионов рублей. За счет чего грузоподъемность увеличится с 7 тонн до 17,20. Часть этих средств пойдет на строительство нового моста. Рядом с тем же мостом начнется строительство моста. Этот мост, который он будет, пока неизвестно, когда он будет построен. Он будет тоже односторонним, то есть с одной полосой тоже будет реверсивным. Грубо говоря, две минуты в одну сторону едут, две минуты в другую сторону едут. Работы начнутся летом. По плану новый мост должен появиться в 2024 году. Однако, опять же, если будет финансирование, на новую конструкцию нужно порядка миллиарда рублей. Ну а пока не приступили к ремонту, водители задумываются, стоит ли рисковать или лучше ехать в объезд. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Бессмертный полк впервые за два года в Алтайском крае пройдет очно. По поручению губернатора, волонтеры должны помочь жителям подготовиться, а сотрудники полиции знать, где и когда будут собираться люди. Шествия, по традиции, состоятся во многих городах и районах региона. Между тем, в Барнауле уже разработали плакаты для украшения города ко Дню Победы. На макетах – наступательные операции Великой Отечественной, битвы за Москву, Днепр, Сталинградская и другие. Кстати, торжества в Барнауле будут проходить и с 5 по 8 мая. Во дворах состоятся такие уже известные мероприятия, как «Поем всем двором», «Парад у дома ветеранов», «Фронтовая бригада». Ветеранов поздравят на дому и вручат подарки. А 9 мая, после возложения цветов на мемориале, ветеранов отвезут на площадь Сахарова, где войска Барнаульского гарнизона пройдут торжественным маршем. Более 2000 рисунков отправили барнаульские школьники и воспитанники детских садов на творческий конкурс «Защитникам Отечества». Он стартовал в конце марта, а сегодня жюри выбрало лучшие из представленных работ. Подробности у Софии Яценко. Акварель, гуашь, графика, техника исполнения у каждого своя, а вот тема общая. Все рисунки посвящены солдатам, которые участвуют в специальной операции на Украине. Было прислано больше 2000 работ от воспитанников 69 детских садов и учеников 55 школ. Практически в каждой композиции мы видим стремление к миру. Это или голубь, или птица, или цветок, или солнце. И в принципе радость детям. Наверное, это самое правильное воспитание патриотизма через защиту к большому миру. И если мы так начнем воспитывать своих детей с детства, то, конечно, мы можем понимать, что мир на земле будет. Из множества прекрасных и по-детски искренних работ отобрали 300 лучших. Это полуфинал. Из них судьям предстояло выбрать победителей в трех возрастных категориях. Самым маленьким авторам от 4 до 8 лет. Затем школьники с 9 до 13. И взрослые участники конкурса от 14 до 18 лет. По признанию жюри, выбор был нелегким. Каждая работа, она по-своему прекрасна. Нельзя сказать, что вот это, именно вот это эталон. В каждой работе есть свои какие-то моменты и лиричности, и патриотичности, и, не знаю, там, может, какой-то экспрессии. Они все разные. И тема прекрасна, что они все вместе собрались в одной экспозиции. Конкурс организовали в городском комитете по образованию при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». Победители уже известны, но их имена пока держат в секрете. Награждение пройдет 28 апреля. Проявление патриотизма и талант поощрят ценными призами в виде телевизоров, смарт-часов, умных колонок и планшетов. А еще организаторы отметят самых активных педагогов и воспитателей. Учителям хочется сказать отдельное спасибо, воспитателям хочется сказать отдельное спасибо за ту патриотическую работу, которую они проводят в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях. И даже этот наш конкурс, насколько я знаю, стал неким таким ориентиром для нового витка патриотической работы в этих учреждениях. После награждения организаторы планируют сделать выставку лучших работ, чтобы у каждого барнаульца была возможность вживую увидеть рисунки, пропитанные патриотизмом, глазами ребенка. Больше 150 барнаульских семей получили ключи от своих квартир. В современном городском квартале Норт завершили сдачу еще одного многоквартирного жилого дома. Как выглядит новый квартал спального района Краевой столицы и какие плюсы отмечают обладатели квартир – в сюжете Софии Яценко. О том, что весну девушка будет встречать уже в своем жилье, и подумать не могла. Многоквартирный жилой дом, в котором Снежана приобрела квартиру, должны были ввести в эксплуатацию в конце текущего года. Однако сроки заметно сократили. В квартале своей мечты девушка поселилась раньше на 11 месяцев. Здесь есть места для отдыха как взрослых, так и детей. По проекту жилого комплекса предусмотрены в его центре две аллеи, которые охватывают всю его территорию. Для меня это является несомненным плюсом, так как для вечерней прогулки мне не нужно куда-то ехать. Я просто могу выйти из дома и атмосферно провести вечер. Будущим жителям Норда представлена социальная и коммерческая инфраструктура, просторные дворы, детские площадки, магазины и аптеки. Предусмотрено место под детский сад, школу, поликлинику. Все в рамках одного жилого комплекса, в который входит 17 домов. 12 панельных, 4 кирпичных и один монолитный. Все это должно понравиться жильцам активно развивающегося индустриального района. На сегодняшний день в жилом комплексе «Норд» введено в эксплуатацию 9 жилых многоквартирных домов. На этапе строительства на сегодняшний день находятся еще 7 жилых домов. Сроки сдачи преимущественно 23-24 год, но рассчитываем на более ранний ввод в эксплуатацию. К слову, приобрести квартиру в новом жилом комплексе пока еще можно. А выбор есть как студии, так и многокомнатных квартир. Особенность которых, отмечает застройщик, тщательно спланированное внутреннее пространство, чтобы жильцы себя ощущали, как в квартирах Северной Европы. София Цинко, Вадим Быстревский, День с толком. Водоканале подтвердили факт повреждения на коллекторе у озера с уточками, но также заявили, что убрали за собой. Речь идет об озере в Ленинском районе, в котором погибла почти вся живность, антатры и утки. Об этой истории мы рассказывали на прошлой неделе. Местные жители пожаловались на зловоние и плавающие фекалии в водоеме. Когда-то в озере можно было купаться и ловить рыбу. Несколько раз люди видели, как к озеру подъезжают осенизаторские машины. Также у местных есть подозрение, что причиной загрязнения озера могла стать авария на коллекторе, которая произошла в январе. Водоканале нам сообщили, что в результате аварии на поверхность водоема действительно произошел выход стоков. Но он взялся коркой льда и после ликвидации аварии рабочие все убрали. В общей сложности с озера на очистные сооружения было вывезено порядка 10 самосвалов. Также в водоканале заявили, что неделю назад на озере проводились замеры по пяти основным показателям загрязнения. Пробы отбирали параллельно в трех точках. Это непосредственно в месте выхода стоков на поверхность льда, на противоположном берегу и непосредственно в реке Пивоварке, куда впадает якобы воду этого водоема. Так вот, результаты исследования показали, что показатели идентичны. То есть мы приходим к выводу о том, что негативного влияния выход стоков на водоем не оказал. Несмотря на это, местные жители собираются проводить свою экспертизу, чтобы найти концы в локальной экологической катастрофе. Специалисты водоканала, в свою очередь, сообщили о намерении выйти на субботник в конце мая, чтобы очистить берег озера от мусора. Больше сотни мягких игрушек передали барнаульцы самым беззащитным жителям Донбасса. Детям. Накануне в знак поддержки ровесников ученики разных школ краевой столицы пришли на концерт «Точка невозврата». Анара Шагирова продолжит тему. Плюшевые медведи, собаки, зайцы. Игрушки, что еще недавно жили в счастливых барнаульских семьях, скоро окажутся в руках у тех, чье детство совпало со свистом поля разрывами снарядов. Акцию по сбору игрушек для детей Донбасса организовал фонд «Защитники Отечества». В краевой столице она прошла уже во второй раз в рамках концерта «Точка невозврата». Наверное, было больше сотни игрушек, маленьких, больших конструкторов, развивающих игр. И мы даже не знали, как их увозить. Но я сделал два рейса, чтобы доставить это все в фонд и уложить. Поэтому действительно отклик был очень большой, и очень много игрушек принесли неравнодушные барнаульцы. В поддержку детей Донбасса со сцены барнаульского ДК звучали авторские стихи и песни. Некоторые из них написали сами школьники. Забота о наших детях, которые там находятся, они все наши, потому что они тоже наши, будем говорить, и по национальностям наши, и по духу наши близкие. И, наверное, указать надо внимание, чтобы они почувствовали поддержку, и где-то мы ими восхищаемся за их мужество, за их героизм, что они научились даже в таких условиях, будем говорить, жить, и чем-то даже подают нам в некотором смысле пример. Анара Шагирова, Вадим Быстревский. День с толком. Несколько дней остается до старта чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Такого масштабного турнира в Барнауле не было 25 лет. Последний раз вся Россия съезжалась в столицу края в далеком 96-м году. Как алтайская сборная готовится к домашнему турниру, узнавал Дмитрий Дроздов. У нас с вами хорошая разминка в течение 20 минут. Дальше подводящие упражнения три раунда. А дальше 10 раундов в парах. В день по две тренировки. У краевой сборной по кикбоксингу такой график уже неделю. К слову, для файтеров это уже третьи сборы. Подготовка к крупнейшему за четверть века чемпионату началась еще в январе. Сейчас за считанные дни до первенства оттачивают технико-тактическое мастерство. Ведь конкуренция будет мощная. Есть просто школы, которые действительно интересны, которые запоминаются своим каким-то там мастерством интересным, спортсменами. Это и Красноярский, Абакан, это и Урал, очень серьезные конкуренты для нас. Это и Ульяновская область, это и Московская область, и Питер. Алтайский край представит больше 80 лучших кикбоксеров. Признаются, боксировать в родных стенах не всегда проще. И дело даже не в ответственности. Выступить дома удачно. На выезде все равно вот этот движняк. Поехать на соревнования, где-то в столовке поесть. Ну такая соревновательная, интересная движуха. Ее обычно в городе не бывает. Нужно вовремя отдыхать. Нужно правильно восстановиться после этих сборов. Вы чем на выходных занимались? Банька, банька. Нас даже на субботник подкрепили. За баньку. С хорошим настроением и на пике формы кикбоксеры заканчивают сборы. Остается пару дней, чтобы собрать мысли в кучу. Чемпионат начнется со взвешивания. И бои. Тяжелый путь до заветного звания. Очень важные соревнования для меня. Потому что я выступаю уже, получается, по мужчинам. И вот если я выигрываю чемпионат в России, то я становлюсь чемпионом России. Это вот как раз-таки самый такой хороший титул, который я вообще, в принципе, хотел всю жизнь добиться. Стартует чемпионат 26 апреля. Три дня зрители будут наблюдать предварительные поединки. После сильнейшие файтеры определят на ринге, кто из них достоин выйти на главный бой турнира. Поединки пройдут на титов арене. И поддержать наших спортсменов ждут всех желающих. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok